Здравствуйте, дорогой зритель! Наконец-то мы с вами дожили до пятницы! В эфире пятничный выпуск программы «Вятка Тодей» в студии Роман Корнеев. И вот что сегодня мы для вас приготовили. Поэтические экзорсисы от стара и млада. Пристроим вместе Борюсика. Мальчик очень умный. Сразу же стал ходить в туалет, кушает все. И, наверное, где он раньше жил, там были дети, потому что он очень хорошо ладит с детьми. И выясним, пользуются ли кировчане Почтой России? Пользуетесь Почтой России или пользовались когда-нибудь? Никогда? Нет. Начнем выпуск сегодня с культуры. Дело в том, что в областном Доме народного творчества состоялось мероприятие, на которое собрались и стар, и млад из разных районов нашей области. Там были все. И Белая Холуница, и Советск, и даже Дороничи. Друзья, сейчас мы увидим, каким образом соревнуются люди в поэтическом слове. Оля Бакина посетила это мероприятие и получила массу удовольствия. Более 60 лучших чтецов со всей области собрались сегодня в АДНТ, потому что здесь проходит областной фестиваль художественного слова «Моя любовь, моя Россия». Случайных зрителей в зале почти что нет, потому что главный зритель – это члены профессионального жюри, которые оценивают выступления участников. Ты волнуешься? Немножко. Ты сегодня нам веселая или грустная стихотворение будешь рассказывать? Веселая. Пятерку. На удачу. Мы поломаны, побиты, мы полоем и облиты. Загляни-ка ты в кадушку и увидишь там лягушку. Мне кажется, это великое дело, потому что приезжают люди из разных районов области. Вот у нас сейчас прямо целый блок маленьких ребяток читал. Читали до 12 лет, они приехали из Вятских полян. То есть для меня это вообще геройствует. Советский район, Зуевский район, Лебяжь, Ядороничи. То есть представлена практически вся область. А вот и один из участников из Вятских полян. Рома вместе с мамой несколько часов ехал на автобусе, чтобы выступить на фестивале. Есть у тебя какой-то секрет перед тем, как выйти на сцену? Ну вообще-то мама всегда меня поддерживает и всегда меня любит. Она всегда готова меня поддержать, даже когда я выступала на сцене. Крутил, крутил. Почти, подыкай, курачи. Почти, справа, держи. Прослушивания сегодня идут фактически весь день без перерыва, потому что участников огромное количество, и они состязаются в различных возрастных номинациях, таких как детство, юность, молодость и даже мудрость. Соберем все, может быть, девчонки. Просто так, одни, без мужиков. Поболтаем, посидим тихонько, вспомним радость прожитых годков. А потом уже бутылку водки на столе поставить кто-нибудь. Ну давайте, чокнемся, девчонки. Бог простит, ведь мы же по чуть-чуть. С областного конкурса художественного слова под большим впечатлением Оля Бакина, специально для «Авиатка Тудей». Чувствую себя, знаете ли, котиком, лежа на этой кирпичной стене. А к чему я, котах? Дело в том, что дальше рубрика «Пристроим вместе», где мы пристраиваем котика Борюсика. Сегодня мы ищем новый дом для вот этого милого кота по кличке Борюсик. Котика мы нашли в саду. Приехали, и там такое чудо. Потерял хозяев или хозяева подкинули. Котенок домашний, чистенький, ушки чистенькие. Он очень сильно плакал, ему было холодно, он искал маму. Наше сердце не выдержало, и мы его взяли. А почему мы ищем ему новый хозяин? Потому что у нас две взрослых кошки, и мы не можем держать третьего животного. Тем более мальчика. У нас девочки две. Мальчик очень умный. Сразу же стал ходить в туалет. Кушает все. И, наверное, где он раньше жил, там были дети, потому что он очень хорошо ладит с детьми. Он их не кусает, не царапает. И с кошками он сдружился. Если вы хотите, чтобы Борюсик стал новым членом вашей семьи, обращайтесь по телефону 8 953 676 92 67. Появилась свежая новость про Почту России. Нет не про то, что они выгружаются посылки с помощью ВИЛ. Нет не про то, что они играют посылками в футбол. Оказывается, Почта России теперь начнет доставлять посылки из Икеи. В те города, где нет Икеи. Например, в Киров. Антон Данченко, как человек, который всегда хотел что-нибудь купить в Икеи, например, стул или стол, пошел на улицу, встретился с кировчанами, и они рассказали ему, пользуются они Почтой России или нет, и нравится ли им это. Совсем скоро на Почте России может появиться новая услуга. Доставка товаров прямиком из Икеи. Сколько лет они будут идти, будут ли они приходить в целости? Давайте сегодня узнаем у жителей нашего города. Какое мнение о Почте вообще, о нашей? А Почта? А очень плохо работает Почта. Во-первых, открывается поздно, всегда очереди. Я не знаю, я вот ходил, просто хотел сначала пенсию туда ложить, а потом посмотрел, что там творится. Больше я не хочу туда ходить. Что думаете о Почте Анаши в целом? Я бабушка. Так что я ничего не думаю. Пользуетесь Почтой России или пользовались когда-нибудь? Никогда? Нет. Нет. Пользуетесь Почтой России или пользовались когда-нибудь? Нет. Пользовались Почтой России когда-нибудь или пользуетесь сейчас? Никогда не пользовались? Никогда не пользовались? Нет. Как мне сегодня стало понятно, либо почты России просто не существует и ей никто не пользуется Либо люди уже отвыкли от того, что есть такая организация Но мы будем надеяться на лучшее и ждать целых табуреток из Икеи Антон Данченко специально для Вятка Тудей И на сегодня это все, это была Вятка Тудей, как новости только душевнее Увидимся в понедельник, в студии был Роман Корнеев, пока-пока